Семейное дебоширство это проблема межличностных отношений. Она, как правило, насилие в семье может возникнуть на разной почве. И, конечно, чаще всего при распитии спиртных напитков. И, конечно, чаще всего такие правонарушения совершаются именно лицами, ведущими о социальный образ жизни. Но вы сами знаете, что человек существо эмоциональное. И есть, конечно, случаи, когда у нас и в хорошей семье происходит какой-то конфликт, и все это приводит к таким негативным последствиям. Но, тем не менее, говорить о том, что это у нас только касается тех, кто ведет социальный образ жизни, или кто-то добропорядочный граждан, мы не можем. Человеческие факторы всегда играют роль. То есть это зависит от конкретного человека, от его психического какого-то состояния. И, соответственно, понятно, что алкоголь, наркотики, они отрицательно влияют на поведение любого человека. И того, кто системно пьет, и того, кто редко выпивает. То есть во всем нужно знать меру и, соответственно, все-таки придерживаться человеческих, прежде всего, отношений. А уже потом говорить о том, что у нас это какая-то проблема только тех или только других. Нет. Это вообще... А насколько часто к вам обращаются с этой проблемой? Вы знаете, по дебоши, что в семье ко мне обращаются крайне редко. Я не могу сказать, что эти у нас обращения системный характер вносит или массовый, нет. Вот за прошлый год было всего два таких обращения, которые жаловались на то, что неадекватные меры были приняты в отношении рассмотрения данного правонарушения. Но, тем не менее, говорить о том, что это носит массовый характер, я не могу. Спасибо.